Доброго времени суток подписчика моего канала, с вами Тофик Дипсаси. Как вы уже поняли под названием данного видеоролика, я взял интервью у создателя Сампо04. В общем, здесь он ответит на все вопросы, которые вас волновали, фейк это или нет. То есть, вся правда, друзья, здесь вся правда. Кому неинтересно смотреть полностью интервью, внизу закрепленный мой комментарий будет, написаны все вопросы, и то есть вы сможете прослушать только один вопрос, и на него сразу же ответ. Ну, это людям, которым неинтересно смотреть все интервью. Также создатель Сампо04 является главным скриптером на Evolve RP, это сервер, где, кстати, я играю и снимал данный видеоролик. Так что, друзья, кто хочет, присоединяйтесь к нам на Evolve, кто будет, друзья, первый раз заходить туда, указывайте никнейм приглашенного, хэштег Дипсайз, и получайте, так скажем, за то, что вы просто введете ник приглашенного, хэштег Дипсайз, 200-400 тысяч, то есть это неплохой стартап для начала. Я думаю, это все легко и просто, думаю, ты все понял. IP будет в описании данного сервера. А мы приступаем к интервью. Ну, а перед началом ролика, конечно же, маленькая рекламка. А сегодня хочу вам порекомендовать канал Арса. В общем, парень молодец, старается в плане Ютуба, заливает сборочки для каптов, сборочки для ЛСПД даже есть. Нарезки с каптов, фрагмовики, моменты с каптов, приватные модификации, в общем, все это есть на его канале. Также у Арса проходит сейчас конкурс на 500 рублей. То есть ты можешь зайти на его канал и участвовать в данном конкурсе. В общем, ссылочка на его канал будет в описании. Заходи. Первый вопрос к тебе, Альберт. Как вообще так получилось, что ты только сейчас взялся делать сам 0.4? Где ты был все это время? Ну, начнем с того, что изначально я работал на других проектах, на других крупных проектах, в том числе и Вольф, разрабатывал там. И, конечно же, была небольшая надежда, что Калькор все-таки вернется и продолжит разработку. Но, скорее всего, он забил. Случилось так, что его приняли в Rockstar, насколько мне известно. И, скорее всего, больше никаких обновлений в Сампе не будет. И мы собрались с такой небольшой командой и решили разрабатывать вот сам 0.4. С Калькором нету ни связи, ни знаком, ничего. Нет, нет, никаких связей нету. Попыток выйти на него были. Мы ему писали в личку, ему писали на почту, то есть никакого ответа нету. Почему назывался сначала Самп 0.3.8, а сейчас называется Самп 0.4? Почему это все считали фейком и некоторые до сих пор считают это фейком? Расскажи всю правду и суть, как все есть на самом деле. Просто ты сам знаешь, что сначала был какой-то Самп 0.3.8, ты делаешь Самп 0.4. То есть я сам в этом запутался и мне мало верилось. Расскажи об этом поподробнее, максимум, чтобы разложить все полочки по местам, потому что люди запутались. То есть если я запутался, обычные люди, которые не ведут никакого общения ни с админами, ни с скриптерами, ни с главными админами, запутались точно. Я даже запутался, так что рассказываю. В общем, все началось с того, что мы сидели, свои маленькие команды разрабатывали в качестве хобби, вот этот Самп 0.4. Мы никакой огласки не собирались давать, пока не будет стабильной версии. Но вот эта команда Самп 0.3.8 начала набирать популярность и мы начали подробнее изучать, вот что это за клиент, что это за люди, что они из себя представляют. И мы увидели пост, что им предоставил якобы исходный код, но мы начали в этом разбираться, подробнее изучать, что это. Они начали предоставлять всякие скриншоты, типа у них там циферки заменены, типа они исправили такой баг очень огромный, ну с сарказмом, я думаю, вы все поняли. И потом мы начали общаться с разработчиками, у них же в комментариях. Они начали нам дальше утверждать, что у них есть исходники. Потом мы начали аргументировать тем, что якобы такие разработчики, другие имена начали представлять. А разработчик Дмитрий Голицын, это разработчик 0.3.8, он не знал элементарного, он не знал настоящих имен, настоящих разработчиков, кто они, что они себя представляют. И не было никаких навыков программирования, даже элементарных базовых навыков. Это мы выяснили все вследствие общения, потом мы связались с Ромой Злобит, это редактор LiveSamp. Он сделал большую красивую статью, разоблачающую, и вот мы таким образом разоблачили Samp 0.3.8. Потом с нами начали связываться разного рода медиа личности, ютуберы, всякие журналы, редакции с просьбой дать интервью. И попросили сделать свою публичную страницу, чтобы мы там анонсировали свои обновления, либо выставляли в релиз. То есть только после этого нам пришлось делать анонсы, группу и заниматься вот этим всем. Никакого хайпа мы не желали, никакой рекламы, мы занимались спокойно своей разработкой. Откуда у вас исходный код, если Даймонд хотел его купить у Калькора, но он им отказал? У тебя откуда он вообще появился тогда? Исходного кода 0.3.7 как такового у нас нет. У нас есть версия 0.2.5, которую оставил ныне покойный Адамикс. Это разработчик мультиплеера на GTA 4, царство ему небесное. Вот он нам предоставил исходники, и мы на базе этих исходников начали делать уже собственный клиент. Версия 0.2.5 была не выпущена в релиз, я не знаю по каким причинам, но на мой взгляд из версии 0.2, вот 0.2.5 ветка была самая готовая, самая хорошая. Я понял, то есть 0.2.5 это старая версия, как я понял, да? Да, это старая версия. То есть просто вы взяли старую версию и делаете ее сейчас дальше, 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 чтобы, так скажем, перегнать 0.3.7 и сделать уже, как говорится, 0.3.7, правильно? Да, да, совершенно. Хорошо, следующий вопрос. Самп 0.4, это будет неофициальная версия, а пиратская, верно же? Можно сказать и так, потому что даже сам самп, площадка сампа является неофициальной, она является также пиратской, максимально распрученной пиратской версией. Поэтому особо никакой разницы не будет, только у нас должно быть все круче, я надеюсь, все будет хорошо. Что будет нового в Самп 0.4, какие обновления, если можешь, расскажи и покажи скрины. Все, что у нас уже готово, у нас есть в нашей группе, это синхронизация, офигенная синхронизация. Мы обновили Рокнет протокол с версии 2 на 4. То есть версия 2.2 сейчас в версии 0.3.7 сампа. Это очень старая версия протокола с большими, огромными дырями, с проблемами синхронизации. Та же синхронизация по пингу во время езды, ну и другие проблемы. А у нас сейчас стоит версия 0.4, там также из коробки есть возможность сделать голосовой чат, скорее всего мы его ведем, потому что там на самом деле буквально строчек на 20 кода. Ну и другие. Синхронизация по зоне стрима, а не по серверным пулам. То есть в Сампе сейчас пользователя синхронизируются все игроки, то есть все, что делает игрок, неважно, находится он за 2 миллиона километров от того игрока, который, допустим, находится там где-то в мэре или где-то там. То есть вся эта синхронизация проходит, и это очень большая нагрузка на оперативную память пользователя. То есть это совсем не нужно. Я не знаю, почему это калькорд взял, но скорее всего у него были какие-то проблемы. И разблокирована зелень, поднята фпс, увеличены лимиты. Вот сейчас на данный момент в готовом билде, в готовой версии у нас 2000 слотов доступно и 5000 единиц автомобилей. В то время как в Сампе 1000 слотов и 2000 автомобилей. Да, да. Мы хотим сделать возможность разработки на разных языках, предоставить API разработчикам тот же Pawn, обновить интерпретатор Pawn, C Sharp, C++, все что угодно. Это уже будут пользователи решать, на чем разрабатывать. У нас будет голосовой чат, новые скины, исправлено большое количество багов, ну и другие всякие крутые вкусные плюшки, которые можно сделать, но почему-то калькорд решил забить на вот такой большой комьюнити, большой хер, извините. Дата выхода с Самп 0.4, примерная дата, пожалуйста, бета-тесты, когда свободный человек может вот зайти и поиграть, посмотреть, когда? Так, открытый бета-тест у нас планируется осенью, потому что на текущий момент в команде есть два активных реверс-инженера, у них проблемы у одного учебы, у другого свой проект. То есть, готовая версия, которая пропатчена до версии 0.3.7, будет вот и в этот, осенью. А релиз, скорее всего, будет в следующем году, где-то в январе. В январе, в следующем году, либо в этом году, в декабре, в конце декабря, где-то вот так. Ты являешься скриптером на Evolver RP, то есть, 100% Evolver перейдет на Самп 0.4, но как отреагируют другие проекты, и будут ли они переходить на Самп 0.4? Или ты им закроешь доступ, и каждый будет на своей версии, то есть, например, ты откроешь для Evolver Самп 0.4, а какой-то Advanced Diamond останутся на 0.3.7? Нет, разобщать общество мы не хотим. Мы хотим, чтобы вот все пользователи, все игроки, то есть, независимо от проекта, играли на той версии, которую им удобно, разрабатывали там, и занимались вот дальнейшей реализацией. По поводу перехода, у нас уже есть несколько проектов, которые готовы 100% гарантированно перейти, такие как Evolver, Arizona, Union и другие. Но остальные пока желали остаться неизвестными. Как вы поняли, Альберт не сам разрабатывает Самп 0.4, но он как тимлид выступил на интервью мне. Альберт, тебе огромное спасибо за это. Спасибо тебе, Тофик, спасибо вам, друзья, было очень приятно. Также, друзья, ссылочка на паблик официальный, еще раз, официальный Самп 0.4 будет в описании. Пожалуйста, если тебе интересно следить за обновлениями, писать в комментариях, возможно, даже давать советы, ты можешь писать какие-то советы. Ты понимаешь, что это русский человек, ты сможешь ему написать, и он себе ответит даже по возможности. То есть, человек даже может прислушаться к твоему мнению. То есть, заходи, вступай в группу Самп 0.4. Еще раз всем спасибо за просмотр данного видеоролика. С вами был Тофик Дипсайз и Альберт, создатель 0.4. Всем спасибо, всем пока, бай-бай. Субтитры сделал DimaTorzok